Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать Слава Марлу, ты горишь как огонь. Ну, кто нас ещё порадует, как не Слава. А ты краснешь, когда злишься. Ещё позлить, пожалуйста. Вот знаете, друзья мои, что я хочу сказать? Вот как-то однотипность присутствует сильно в Славе. Очень однотипно. Все треки, понимаете? Ты так даже симпатичнее. Ты горишь как огонь, я у меня огонь, я это лёд. Это лёд, или это парадоя, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ты горишь как огонь, я у меня огонь, я это лёд. Это лёд, или это парадоя, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ты горишь как огонь, я это мне в тебе нравится. Да и в целом ты мне очень нравишься Как-как хочу тебя поцеловать Как-как-когда ты не кусаешься Ну кто, ну кто тут прав, yeah Ты знаешь, что никто, ты знаешь, что тут прав, yeah Ты знаешь, что никто, ты знаешь, что никто, ты знаешь, ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь Это любовь или это порадоя, ля-ля-ля Ты говоришь, как огонь, я у меня агония Это любовь или это порадоя, ля-ля-ля Ля-ля-ля, ты горишь, как огоня Ну, как бы, если оценивать в целом, то, ну, неплохо, вот я бы так сказала Но если глубоко копать, то вот какие у меня ассоциации пошли Во-первых, вот песенка «Однодевка» Я вообще хочу заметить, что когда он пишет для того же Моргенштерна, получается гораздо круче В чём причина в том, что Моргенштерн так сильно разукрашивает свои треки собой Или всё-таки Слава Морлову исписался, не знаю Но получается, вот знаете, то ли вот какой-то живинки не хватает, в отличие от Моргенштерна Но я к чему это говорю? Что вот все треки, которые я слушала Слава, да, в его исполнении, я их не помню То есть вот я их послушала и забыла А когда ты слушаешь вот Моргенштерна, эти треки, они как-то на слуху И ты всё равно их где-то там, что-то ты где-то запомнила И ты можешь даже вот вспомнить, ага, это про это, это про это Это вот о чём говорит, о том, что мне кажется, всё-таки Славе нужно что-то изменить себе И сделать, ну в общем-то, не знаю даже, что надо Мне кажется, у него просто вот этот хайп, который он словил благодаря Моргенштерну Он сам на нём долго не продержится Не знаю, сейчас начнут меня помидорами, тухлыми кидаться после моих слов Но это моя точка зрения, которая в принципе чисто моя И вы можете с ней не согласиться Но мне кажется, что у Славы нет будущего именно в этом направлении Если он что-то не изменит в себе, не сделает что-то действительно достойное Всем пока!